добрый вечер дорогие друзья мы с вами находимся на радио центра сангейтс сегодня у нас в гостях как всегда наш гость таролог сергей савченко и мы сегодня поговорим на разные интересные темы надеюсь беседа будет по-настоящему интересной и увлекательной и вначале я хотел сказать о том что в прошлый раз сергей делал предсказания связано непосредственно со мною там было такое был такой момент вот по финансовым нюансам действительно так все и произошло то есть скажу честно владимир я нихрена не помню вообще человека говорю я забываю свои гадания через пять минут да я понимаю там действительно был определенный небольшой пробой по финансам вот я в связи с этим хотел еще раз воспользоваться может быть как бы вашим участием и вот посмотреть ту же самую штуку на следующий месяц сможем ли мы это быстро сделать просто получить ответ да или нет да мы можем посмотреть единственно хочу вас предупредить меня был сегодня очень тяжелый день я устал поэтому гарантировать стопроцентную точность и качество работы я не могу но посмотреть мы можем с учетом этого у меня были такие ситуации когда я заболел мне температура 40 то есть не просто там 40 я позвонил своему другу врачу он пришел там лечит меня все пилюли дает посмотри ты видишь меня я прежу я реально мне бредом ведения какие-то такие вот так надо на твой страх и риск да все ты правильно сказал я конечно очень сильно удивился потому что я даже карты с трудом различал так так не было нехорошо так ну что я вам должен сказать вам хорошие новости или плохие какие какие есть у нас разные есть мы что хотите можем сказать нас звезда император этот самый маг карта мир и карта повешены понятно повешение сразу вызывает повешены это финансовые зверства потери штрафы там что угодно то есть на что-то на день не теряем но у нас тут есть вот эта комбинация у нас есть 17 2 2 карта звезда и мир это самая лучшая комбинация которую только может быть все идеально все чудесно все прекрасно все замечательно у нас из 2 хорошие карты мах император то есть вот это потеря которая у вас будет или там недостача или нехватка или еще чем-нибудь она не будет принципиально это какая-то мелочь это ну что-то там незначительное это может быть что вы заплатили для того чтобы вам было хорошо то есть вот я сегодня потратил там не то что я что-то купил вот как-то да я заплатил чтоб не было хорошо и у меня там упали все проблемы с меня свалились все на все свои вопросы пришел так что с одной стороны да чуть-чуть минус а супер не потом как-то это вот вместе получается то есть она как-то одно компенсирует другое сильно чем-то да сильно а если смысл как бы вы прошлый раз когда были была неоднозначность проверяли еще раз если смысл это делать здесь совершенно однозначная карта тогда у меня другой вопрос прошлый раз мы тоже смотрели есть ли смысл смотреть надо ли что-то предпринимать в этой ситуации но я бы ничего не делал потому что он идеально складывается зачем только влезешь туда своими ручьями вот этими вот все перегадишь потом смотришь думаешь у себя ничего не трогал на эту тему все я понял спасибо мы как бы закрыли этот вопрос вам спасибо за помощь даже в уставшем состоянии все равно вы даже уставшие оказываете и на мой взгляд очень эффективную помощь так что ну в любом состоянии вы полезны я меня зовут чип и дэл спешит на помощь так и есть так и есть но у меня вот и как раз на тему которую мы затронули есть вопрос один из тех десяти которые я вчера подготовил он заключается в следующем так вот правда ли это что с помощью карт таро можно не только предсказывать каким-то образом грядущие события но и изменять их в определенную степени а чужие за конечно можно я так уверенность говорите сразу как бы всякие сомнения отсеиваются карты таро я вот сегодня я вообще начал работать вместе со своими коллегами на таким очень интересным вопросом методика таро методы таро методология таро это никем никак не прописано не описано не решено то есть вообще темный лес даже плодо того что у нас на самом деле реально отсутствует хорошее определение что такое таро вот что такое таро и уже не знаю что сказать потому что это набор карт это там 78 карт это хороший ответ но это такая малая часть этого ответа а как это таро можно использовать а что можно с ним делать а что как она работает ну там миллиард вопросов всяких разных возникает то есть вот у нас есть карта да карта сама по себе это некое там но философское понятие или там какой-то знак или символ или еще там что нибудь то есть эти все ответы разные то же время не все правильно мы его используем для того чтобы предсказывать будущее то есть это некая аналоговая модель мира и используя элементы этой модели мы можем прогнозировать будущее событие или там прошлое событие узнавать ну то есть вот так решать по поводу анала а я вас перебью простите по поводу аналоговая модели мира вот очень быстрый вопрос можно ли говорить что карты таро и все что связано с террология неким образом подключена ну скажем к информационному полю земли или вселенной и мы таким способом черпаем информацию оттуда о событиях так где-то у меня тут были штучки я хотела найти штучку с проводочками есть почему не мог видите вот у нас тут штекер мы штекер можем куда-то воткнуть мы когда вот к нему у нас будет очевидное подключение увидите здесь дырочку или штекер пока нет и я не вижу поэтому вопрос подключена или не подключена это вопрос веры я верю что подключена а я не верю что подключена потому что я не вижу потому что я по-моему не верующий я пока пальцы в рану не вложу до тех пор для меня это все не существует вы верите что есть информационное поле да ноосфера вернатского и так далее все не вопрос вы в это все не верите люди это подключение хорошо а ваша точка зрения вы каким-то образом для себя объяснили механизм работы картеру нет я нашел объяснение который меня устраивает я даже не пытаюсь узнать правильно или неправильно для меня важнейшее но логичное для меня по крайней мере для меня то есть я не вижу в нем логических дыр я видел очень много людей которые пытались понять как работают все эти эзотерические штуки как работает на и как работает там еще что-нибудь я большинство из этих людей навещал в дурдоме я не хочу оказаться в дурдоме я не хочу этого снять меня устраивает ситуация черного ящика вложил получил ответ что там происходит с кем она соединяется с хрониками акаши с высшими силами с сериусами это не моя проблема не устраивает качество ответов на этом все я правда я очень много придумал по этому поводу и думал я самого когда это осознал свою позицию она меня сильно удивило вообще по большому счету но я потом понял что это очень разумный подход проверить я это не могу если я уцеплюсь за какую-то мысль я буду думать вот эта мысль правильно и единственная но она вытеснит рано или поздно все остальные мысли как только она вытеснит я получаю ограничение как только я получаю ограничение я делаюсь не способен усвоить какие-то другие концепции более того у меня начинаете рассказывать вот я там допустим ноосфера там все а вы мне видите вот есть там хроники акаши я только дурачок может верить хроники акаши почему потому что им нет места моей голове поэтому я не хочу это делать я не хочу выяснять как она работает вот есть нечто мы с этим нечто там коннектимся это нечто дает нам какие-то ответы все меня этот вариант полностью устраивает а что это информационное поле или что-то другое не знаю я это называю высшие силы мне вполне устраивает такое причем с моей точки зрения эти высшие силы они очень неоднородные знаете как океан да и в этом океане есть разные слои воды с разной плотностью есть холодные и теплые течения есть пустынные участки океана где никакой крыль не живет и соответственно рыбы там не живут а есть такие дитам забиты крыльями крыльями этим и селедкой и китами и всем остальным прочим они друг дружки пара и ходят и все вот в одном месте океана пустота в другом месте не протолкнуться от этих рыб а ты вот чашка да пришел с чашкой наберем зачерпнул попробовал вот это океан вот я я все понял про океан чашка написано русская школа таро точно все серьезно все по-взрослому скажите спасибо на за ответ на этот вопрос скажите сергей вот еще раз возвращаясь тому о чем мы говорили если бы к вам пришел клиент и задал тот вопрос который вот я вначале задавал вы бы в целом сказали что прогноз в целом все-таки это кумулятивно позитивный или непонятно вот если вот однозначно позитивно несмотря на я понял то есть целом все равно позитивный хорошо а скажите с помощью карт таро можно ли определить то есть не только предсказать события но и определить первопричину почему возникло то или иное событие ну и имеет ли смысл вначале было слово первопричину мы уже знаем или если мы верим физику то вначале был большой взрыв то есть а в частных случаях а что считать первопричиной ну можно ли каким-то образом если вы говорите о каких-то событиях предсказывая можно ли сказать что вот случится может то-то и то-то а причина находится вот допустим вашем я условно я говорю вашем неправильном скажем мировоззрение ваших неправильных действиях именно а тут вообще все просто значит смотрите у нас есть 10 клиентов они приходят нам и говорят у нас там какая-то проблема ну не важно вот допустим у меня маленькая будочка я не торгую какой-то ерундой рядом строится супермаркет да так вот 7 из 10 случаев причина очень простая ты дурак да так бывает не не так вот так есть ты дурак то есть ты не подумал ты не предусмотрел ты знал что начинается строительство не сходил узнал что там собирается строить потом построили супермаркет он говорит вот злые силы ополчились на меня и моя теперь будка закрывается и как мне теперь жить и что мне теперь делать и не знаю что тебе делать и как тебе жить потому что надо было башкой своей тупорлой подумать у двоих это трагическое стечение внешних обстоятельств и только у одного какие-то совершенно фантастические эзотерические причины колдунство порчи там стечение энергетических каких-то штук там каких-то билю на вот примерно такая статистика ну то есть 7 из 10 ты дурак это очень обидно слышать но дурак это слово вообще интересно как бы есть предположение а вот это уже лучше дурак это есть предположение что это культурность проявить просто все вся причина в том что у тебя шарики не не работает с роликами шарики сами по себе или как вот шутка такая про блондинок да межушная ганглия и вот где-то там она лопнула и все как коннекта нет понятно ответ понятен спасибо вопрос следующий отличается ли и как именно если да квалификация торолога который может делать и делает расклад только для себя лично того человека который делает эти расклады другим людям если здесь какая-то принципиальная разница за очень интересный вопрос на самом деле очень непростой для ответа вот я сейчас практически не гадаю я не уйду приеме только преподаю я гадаю может быть раз в неделю своим друзьям или родственникам там единичные какие-то ситуации сегодня был этот раз я понял как раз на этой неделе можно ставить жирную буха да то есть можно ли сказать что у меня мало опыта сегодня да но все в мире относительно да но у меня перед этим было 15 тысяч годами то есть я как-то почитал около 15 тысяч сеансов годами мне было это много или мало на мой взгляд много это до черта вообще но предположим я дурачок до 10 тысяч 15 тысяч 30 тысяч я ни одно из них не осмыслил ни из одного из них не сделал никаких выводов все правил вот по шаблону под одну гребенку всего одинаковые слова всем сказал есть разница сколько раз я погадал 100 или 300 или тысячу никакой я сделал 20 дней каждый из них я обсосал обсмотрел вычлениваем проанализировал от и до есть разница да безусловно есть разница то есть я думаю что проблема качество работы она заключается если вы качестве работы спрашивали да в том числе в том числе она вот здесь если у второго здесь нормально работает все будет хорошо если у него там не нормально работает ну без разницы сколько раз она дает себе он не дает кому-то еще она дает это это просто все равно есть еще один момент который как раз я выслушал вот эти 15 тысяч историй на такое ощущение что я прожил 15 тысяч жизни то есть я получил колоссальный опыт чужих историй чужих жизни чужих событий нюансов поведения ситуации в которые люди попадают решения которые они находят естественно это нам не отложилось но я видел тарологов с не меньшим чем у меня стажем у которых такое ощущение что вот мимо скользнула и никак на них не отразилось они не осмыслили этот опыт не воспользовались я не говорю что так надо поступать я на самом деле не знаю как надо поступать хорошо это или плохо и с какой позиции это хорошо или плохо это очень спорные такие моменты но я понимаю что моем случае это повлияло и на моё знание людей и на моё понимание людей и на моё знание карт потому что каждая эта история показала мне грань карты грань которую нельзя вычитать книжки скажите наверное вопрос уже задавал вам майкл возможно предыдущих программах но я повторю его думаю он имеет смысл известно что если человек приходит музыкальную школу учиться то один становится гениальным музыкантом а другой в лучшем случае начинает играть гаммы потом все бросает то есть как ни крути тут зависит от таланта так вот можно ли научить любого человека тарологии до хотя бы какой-то средней степени ли это все таки зависит от каких-то серьезных врожденных способностей талантов которые либо есть либо их нет этот вопрос звучит очень часто нужны ли какие-то специальные способности чтобы заниматься таро да нужны умение говорить писать и читать и память еще все больше ничего не нужно то есть ничего сверхъестественного трансцендентального это бонус это приятные бонусы но они не обязательны то есть выучить значение карт научиться карты вынимать из колоды их интерпретировать может любой нормальный человек посмотрите это как с письмом писать можно же почти любого человека научить ну почти любого почти любого есть люди которые не способны к этому у них болезнь которая называется дислексия но это болезнь это выход за пределы нормы то есть если ты находишься в рамках нормы ты можешь этому научиться я пишу трех и пятибуквенные слова на заборе да вот я писатель такой я люблю такие слова писать я пишу там романы я разные слова пишу да я по-разному умею писать в одной ситуации моем писательское мастерство равно нулю и даже отрицательный эффект имеет во второе но там колоссальный но я умею писать понятно понятно вот здесь второе точно так же насколько сильно я хочу этим молодым насколько сильно я хочу этому научиться и опять второе ты можешь себя очень по-разному реализовать я могу работать только с отношениями я могу работать только с магическими колодами я могу работать только с девушками я могу работать там я могу найти ту нишу ту форму тот способ работы который меня будет устраивать который будет устраивать моих клиентов и мы все будем счастливы и они все в один голос будут говорить что лучше просто нету хорошо понятно тогда еще один вопрос а зависит ли ну скажем занятие террологии и вообще возможность человеку заниматься этим от его духовных убеждений от системы его духовных ценностей я имею ввиду религиозные представления отношения к той или иной конфессии так далее если тут какие-то противопоказания если вам религии запрещает его церковленный человек и вы придете скажете своему батюшки батюшка я вот у таро начал заниматься и он вам даст крестом по башке ну вообще-то он будет прав это правда да я не смешивать эгрегоры нет не смешивать эгрегоры тут даже тут сложнее ситуация но и тут есть очевидная ситуация что церковь не хочет конкурента это понятно другой стороны я понимаю я вернее вижу обоснование почему она против гадания 100 с которым я согласен то есть я как тароок я согласен с этим текстом вот не надо гадать конечно когда вы приходите к гадалке и гадалка вместо того чтобы с вами работать искать решение проблемы и так далее начинает вас запугивать или начинает вас программировать или начинает вам нести какую-то такую чушь что у вас уши в трубочку сворачивается и вы потрясены разбиты уничтожены потерявший ориентируя мире выходит из этого дела конечно такие гадания не нужны никому просто человек пришел найти успокоение какое-то там получить или помощь или поддержку или советом все а вместо этого он получает кучу дерьма просто из ведра ему выливает на голову он идет домой такой хоккей как говорил товарищ узоров нам не нужен да и здесь можно полностью согласиться такие гадания не нужны вообще никому абсолютно но если другие варианты когда ты действительно получаешь важную информацию и на ее основании принимаешь какие-то решения хорошо а в чем вот принципиальное отличие предсказания на картах таро от гадания на обычных картах если не очень не могу вам ответить на этот вопрос потому что не умею гадать на обычных картах если интересно про что оракуле норман да если у меня как раз один из вопросов а вопрос об известных таро лагах и но об их характеристиках о том как вы к ним относитесь поэтому как раз это очень в тему оракуле норман был сделан для определенного социального слоя по крайней мере он себя нашел в этом определенном социальном слое это горничные гувернантки там служанки и все такое прочее и там такой тип значений и там такая информация туда выплывает такой уровень информации таро это некая претензия на интеллектуальную элиту то есть там более сложное значение более сложные внутренние связи внутреннее строение этого оракула ну то есть как грубо говоря сравнивать нужно детективы хотел бы рассказать фондорин акунин да акунин и донцова то есть одно рассчитано на один социальный слой а второе рассчитано на второй социальный слои вот исходя из этих слоев их запросов потребности интеллектуального уровня и всего остального прочего оно и выстроено вот мое ощущение что оракуле норман это вот они как раз четко для этих слоев один чуть пониже для социального там грубо говоря дна а второй чуть повыше для условно-интеллектуальной элиты высокий средний класс а кто еще есть в истории известных таро лога вот кроме названных вами кого-то можно вспомнить до ленорманта не было торгом она гадала на обычных игральных картах даже вот оракуле нормана точнее ораку это потом ее так назвали просто ну а короче так таро логом кто гадает на таро или кто пишет книжки по таро но в лучшем случае когда это совмещается в худшем хотя бы что-то вот авторов я конечно могу назвать десяток известных неизвестных мало известных а вот те кто гадает я не могу назвать то есть нет такого чтобы человек прославился именно как гадающий на таро вот как авторы до их полно а так понятно вот если мы такой термин ведем идеальный таро лог вопросов нет вопросов нет поэтому мы просто этот вопрос продолжаем потому что его вторая заключается в следующем какими чертами должен обладать идеальный таро лог то есть вы вот ваши точки зрения у него должна быть джинсовая рубашка борода да само собой лысинка небольшая неплохая идея так а какие все таки еще вот качество вот на ваш взгляд должны ему соответствовать ну может быть моральный может умолзли еще раз для чего идеальный для чего идеальный для того чтобы он мог давать наиболее адекватные предсказания своим клиентам и в то же время ну может быть не все это же говорить иногда может быть и так тоже я еще маленькие запомнил пословицу кому бог кому попадя а кому по поводу . нельзя быть хорошим для всех нельзя быть идеальным для всех для одних людей я идеальный таро для других людей я таро лог которого хуже в мире просто нету не было и не будет никогда и это абсолютно нормальное явление мы все разные у нас у всех разные запросы я когда-то читал книжку по психотерапевтической техники по одной техника молчания ну то есть у меня вообще потряс эта идея вы приходите ко мне как психотерапевту и мы с вами 45 минут молчим так может быть это телепатия я не могу не разговаривать просто молчим вообще мне так понравилось так здорово работали и там была написана фраза которая меня потрясла и которую на меня сильно повлиял какой бы техники психотерапевт не работал какую бы замысловатую концепцию не исповедовал он все равно найдет своих клиентов он все равно найдет клиентов которым он будет подходить соответствовать которые с ним будут работать которые будут довольны поэтому нельзя сказать что вот есть некий там усредненный образ идеального таро кому-то нравится там горячие острые как кому-то нравится короткая фраза там да нет все а кому-то надо поговорить чтоб 20 минут там ему рассказывали про все на свете нам и так далее ну то есть как можно сказать идеально но с вашей точки зрения вот если вы бы пришли к тарологу сами каким бы вы хотели видеть его для начала симпатичная девушка для это немаловажно лично я предпочел бы спокойного эзотерически не закомплексованного такого чтобы не там с первых минут нашла про космо чакры ауры рассказывать дружелюбного доброжелательно ну и естественно конечно умного но я уже не говорю о том что было бы неплохо если бы он знал карт ну да это неплохая идея понятно спасибо и у меня последний вопрос известно что ну предсказание разных предсказателей это оценивалось сбывались в разной степени в частности предсказания ванги сбывались есть такие данные на 70 75 процентов можно ли вот этот процент хотя бы в среднем хотя бы очень примерно вывести у наиболее успешных тарологов вот в каком процент за остальным я не могу вам сказать я могу вам сказать по себе какие есть брат мой брат завел блокнотик и записывал что ему гадал отдал на две темы первая тема это его отношения с девушками в свое время девушек было это просто я даже не успевал не то что имя лицо запомнить не успевал они исчезали и появлялись там мгновенно а второй у него была ремонтная бригада они занимались вода этими батареи вот трубы все это дело ремонт там делали то есть я ему гадал по его отношениям и по работе по работе сходим у нас из было 80 85 процентов то есть даже больше чем у ванги зато по отношениям не практически не попадал ну то есть меньше 50 меньше 50 тоже наверно не совсем плохой результат плохой потому что хотя бы пополам должно как минимум пополам это будет уже нормально это что называется пальцем неба так как это объяснить я не знаю почему так происходило я не знаю вот но это вот факт который я знаю не было период когда хоть ходила ко мне клиентка и мы гадали то же самое работа и отношения собственно две основные темы нормальных людей работа и отношения до период когда я гадал точно на обе темы потом был период когда по работе все точно по отношениям никуда этим по отношениям все точно по работе никуда потом вообще никуда потом я узнать и я не попадаю я чувствую что не попадаю не говоришь и не попадаю поэтому сделаем перерыв, вместо на 4, на 5, длинный срок, она приходит ко мне через полгода, и у нас снова все идеально, стопроцентная сходимость, близкая к стопроцентной сходимости. Чем это объяснить? Я не знаю, чем это объяснить. Я просто понимаю, что ты не Господь Бог, ты можешь ошибаться, и это надо помнить, и это не только я должен помнить, но и клиент должен помнить. А клиент же это воспринимает, что я истинно в последней инстанции, и это напрягает вообще, если честно. Понятно. Ну, на мой взгляд, сегодня у нас были очень интересные вопросы и ответы, познавательные, и дорогие наши слушатели, зрители, если у вас есть какие-то вопросы к Сергею Савченко, какие-то пожелания или комментарии, пожалуйста, высказывайте их, я думаю, он с удовольствием на них ответит. Обязательно. Выскажет свою точку зрения, которая иногда очень парадоксальная, но всегда интересная. И за это я ему искренне благодарен. И на этом радио Сангейтс вместе с Сергеем Савченко сегодня прощаются с вами. Всего вам доброго, хорошей вам недели и до следующих встреч. До свидания. До свидания, всего доброго.